Всем привет, девчонки! В этом видео я хотела бы поделиться с вами развитие марков 7 месяцев. Я знаю, что очень многие это видео ждали. Я немножко, как всегда, задержалась. Нам уже практически 7,5. Рассказываю о наших новостях, о наших новых умелках, которые у нас произошли за последний месяц. Приятного просмотра! Буквально несколько дней назад мы сходили к педиатру. Марк у нас в 7 месяцев весит 9,150 кг и рост у нас 70 см. Одежду мы носим уже 80 размера и, как видите, она на нас сидит замечательно. Из наших самых-самых главных новостей в этом месяце первое мы наконец-то ввели прикорм. В 6 месяцев и 1 неделю Марк у нас первый раз попробовал цветную капусту. Начинала я, конечно же, буквально в пару ложечек. Алина, кстати, мне очень активно помогала в этом процессе и до сих пор она буквально вырывает у меня ложку, когда я кормлю Марка. Марку, конечно же, прикорм не особо понравился. Молочко все-таки вкуснее, но терпеливо съедал 2-4 ложки. За месяц мы дошли до того, что за раз мы съедаем пол баночки овощного пюре. Или цветная капуста, кабачок или, например, овощной салатик буквально недавно ввела. Покупаем мы фрута няни. Очень люблю эту фирму. Я считаю, что отличная цена-качество. Также я ввела ему фруктовые пюрешки. Это яблочное пюре баночное. И даю ему в Нибблере банан или яблоко натертое. Девчонки, Нибблер Марк обожает. Я обязательно вставлю вам фотографию, как наш Нибблер выглядит. Я вам советую приобретать именно силиконовый Нибблер у нас от Happy Baby. С Алиночкой, к сожалению, я не знала, что есть силиконовые Нибблеры. Я не знаю, может быть, тогда их и не было. Очень удобная вещь. Она отлично моется. Есть несколько дырочек в Нибблере, есть одна дырочка. Вы немножечко нажимаете на него. И ребеночку выдавливается столько продукта, сколько нужно. Помимо этого, он сам одесами выдавливает себе необходимое количество пюре. Банан Марк у нас больше всего любит. Я ему чаще всего его и даю. Немножко переставила камеру. Девчонки, из следующих новостей мы наконец-то посадили Марка в ходунки. Знаю, что очень многие негативно относятся к ходункам. Но я считаю, что всего хорошо в меру. Я помню, что Алиночка просто необыкновенно любила ходунки. Для нее это были новые эмоции, какое-то развлечение. Поэтому мы тоже пользуемся ходунками. Но начинали мы где-то буквально с 3-4 минуток. Пару раз в день. Сейчас Марк уже где-то по 10 минут, 4-5 раз в день у меня в них бегает. Девчонки, ни в коем случае нельзя надолго высаживать. Конечно же, еще спинка, ножки недостаточно окрепли. Но я считаю, что благодаря ходункам они так развиваются. Марку очень нравятся ходунки. Я вам вставлю фрагмент, посмотрите. Когда я его усаживаю в ходунки, у него невероятно довольная улыбка. Он с удовольствием бегает, изучает все вокруг. По коридору, по кухне нашей, там, где нет коврового покрытия. Ему очень нравятся ходунки. Я рада, что мы их приобрели. Наши ходунки от моей любимой Happy Baby. Там очень удобный поручень есть сзади. И Алиночка часто возит Марка по квартире. Ей нравится так немножко помогать Марку. Наша любимая, девчонки, это вот так вот прыгать. Посмотрите на этого довольного человека. Я беру его вот так вот под мышки. И мы вот так вот немножко прыгаем, да? Занимаемся. К сожалению, до сих пор Марк у нас хорошо не сидит. Сидит только с опорой. В принципе, если я его посажу, он чуть-чуть может посидеть, но, конечно же, заваливается. Я стараюсь этим не злоупотреблять. Если он еще не сидит, значит, его спинка не до конца окрепла. Значит, он еще к этому не готов. Также буквально за несколько дней до 7 месяцев Марк наконец-то у нас стал хорошо переворачиваться. Я вам говорила, что раньше он в основном переворачивался пару раз в день, и то случайно. Но сейчас, наконец-то, он переворачивается уже осознанно. Если ему не нравится лежать на спине, и он что-то увидел, он перевернется на животик, пытается дотянуться, например, до какой-то игрушки, иногда дотягивается. Пытается приподнять попочку, оттолкнуться ножками, дотянуться до необходимой ему вещи. Мы еще не ползаем активно, но какие-то попытки предпринимаем. Из наших умелок Марк у нас очень хорошо стал отличать уже своих чужих. Если видит меня, например, бабушка улыбается, если видит какого-то нового человека, чужого, он очень долго его разглядывает с интересом. Если, например, я его поставлю вот так себе, он на меня уже практически не смотрит, потому что я ему надоела, он видит меня каждый день. Но если он увидит кого-то нового, то он может полчаса вот такими глазами смотреть на этого человека и изучать его. На ручке пока что идет ко всем, не капризничает, никого не боится. Также Марк научился тянуть ручки. Если, например, он лежит в своей кроватке или на развивающем коврике, ему что-то не нравится, я подхожу к нему, и он вот так вот тянет ко мне руки и пытается как-то в своем языке объяснить, чтобы я взяла его на руки, уже научился проситься. Девчонки, по поводу сна у нас ничего особо не изменилось. Спим мы ночью где-то с 9 вечера до 7-8 утра. Днем спим каждые 2-3 часа, по 20, по 30, по 40, ну, наверное, максимум по 50 минут. Очень-очень редко бывает, что я засыпаю днем с Марком, я не знаю, ну, может быть, раз-два в месяц. Если я лягу с ним, он может проспать 2-2,5 часа. Без меня он спит очень мало, но у меня, к сожалению, нет возможности с ним спать постоянно днем, поэтому спим понемножку. Преимущественно, мы все равно находимся на грудном вскармливании. Прикорм, конечно, дает, чтобы он изучал разные вкусы, но грудное молоко, конечно, у нас в приоритете. Также я заметила, что Марк очень-очень проявляет активное внимание. Я смотрю, ты такой громкий, но что еще расскажешь? Давай, может, ты на меня поговоришь? Давай ты расскажешь о своем развитии, давай. Так, девочки, что я еще умею? Ну, смотри в объектив, Марк. Марк, смотри в объектив. Марк, ну так нельзя вещать. Я заметила, что Марк очень-очень активный интерес проявляет к общему столу. Если я что-то кушаю, он сидит у меня на коленках. Марк, он тянет руки к тому, что кушаю я. Например, огурчик. Например, какой-то кусочек хлеба я ему даю немножечко попробовать. А огурец я даю ему помусолить. Слежу, конечно, чтобы он случайно дёстами не надкусил кусочек хлебушек. Он любит мусолить. Девчонки, даже, знаете, несколько дней назад ела сырник со сметаной. Он тянулся, и я буквально на кончике пальчика дала ему сметанки. Ему очень понравилось. Я, честно говоря, ему еще молочки не давала. Надо посмотреть по таблице. Может быть, пора ему уже покупать какие-нибудь творожки детские, раз появился интерес. Тебе понравилась сметана? Взрослую сметану я, конечно, ему особо не давала. Буквально чуть-чуть на кончике пальчика. Девчонки, также хотела рассказать вам о нашей особенности смешной. Вы представляете? Этот темимичный мужчина до сих пор пеленается перед сном. Это очень забавно. Марк не может уснуть из-за своей активности. Он постоянно теребит свои руки и из-за этого себе мешает успокоиться и уснуть. Поэтому я беру пеленку и пеленаю. Его напеленаю не крепко, как в младенчестве, а буквально немножечко привожу просто его в спокойное состояние и кладу на живот ручками по швам. В таком состоянии он засыпает очень быстро. Единственный момент, я его, наверное, приучила, моя ошибка, я его немножечко похлопываю по попочке, лежу рядышком. Насыпает он на большой кровати на взрослой. Я лежу рядышком и так мы постепенно уходим ко сну. С шезлонгом мы больше не пользуемся. Где-то ориентировочно 5,5 месяцев мы там уже перестали засыпать. Сейчас мы наши шезлонг-кащели используем только в сидячем положении. Во время бодрствования Марк в них катается и, кстати, ему очень нравится. Что касается различных игрушек, Марк все больше стал проявлять к ним интерес. Он берет игрушку, перекладывает ее из руки в руки. Может ее откинуть, потом дотянуться, взять ее, поиграть, снова выкинуть. Помимо этого, девчонки, я не могу нарадоваться. Марк с Алиночкой стали играться вместе. Точнее, Алиночка играется, а Марк с интересом наблюдает. И иногда, если Алиночка с ним делится, он берет и тоже пытается участвовать в игре. Думаю, что скоро Марк начнет принимать очень активное участие в Алининых играх. Да, Марк? На день рождения Алине подарили игрушки из мультика «Суперкрылья». Там самолетики, вертолетики. И Марку очень нравится с Алиной с этими игрушками играться. У нас появился самолетик на пульте управления. И когда Алиночка играется в него, Марк в ходунках бегает за этим самолетиком и наблюдает с улыбкой за ним. Ну вот и все, чем я хотела с вами поделиться. Надеюсь, это видео было вам интересным. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно на них отвечу. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Марк, скажи всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!